Здорово, сосед! Неужели ты сегодня поляропланы ночевал? А что, время теплое, не зима. Слышь, Кузьмам, ответь, у тебя нет ничего пожевать, а то я голодал. Пойдем ко мне, заодно посмотришь, как живу. А я, слышишь, с бабой своей поругался. Противоречия, понимаешь ли, неотделимы от диалектики. Вот, например, скажем, я и Афродита. Это одно сплошное противоречие диалектическое. Я тебе говорил, Ваня, что нашего сына Хераком зовут? Не, не говорил. Звучное античное имя. Ты поменяла пеленки Афродита, а то проваляешь ребенка. А тебе, тебе провалить, говорит. Иди костюм, пусть понюхает, чем нам жить приходится. Это сплошное противоречие. Но из противоречия, Ваня, рождается прогресс. После букса приступаю к научным исследованиям. Как воспроизвести человечество без участия женщин? А что, малость носа все варит, да? У меня тут удобрения. Я тут разные виды экскрементов, понимая дерьма. Перенесываю лошадиное, коровье, козье, свиное и нашинское. Благодаря чему достигаю удивительных результатов. А к запаху быстро привыкать. Я-то уже и не замечаю. К тому же для организма полезно. Неужто вы здесь спите? Во сне собственно ингалируем. Если подумать, Ваня, то вся наша жизнь из дерьма произрастает. И в дерьмо потом уходит. Это в каком же смысле? Для хорошего урожая нужно удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастает трава. Сырники и овощи, которые едим мы, животные. Животные дают нам мясо, молоко и так далее. А мы все это опять превращаем во что? В говно. Поэтому, Ваня, происходит круговорот дерьма в природе. Ну как? Вкусно. Вкусно, да? Вот я и спрашиваю, Ваня, зачем же употреблять дерьмо в виде яичек, мяса и молока? А не лучше ли, отбросив ложную брезгливость, вкушать это все в чистом мире? А сейчас, Ваня, давай выпьем за все хорошее. За советскую власть. За товарища Сталина. Сестричи. Как самогонтик? Первочек, что надо. Думал, туху еще. С хлебом и свеклой. Из дерьма, Ваня. Как же? Рецепт простой. На кило дерьма, кило сахара. Господи, синих чертов. Еще одного ухайдака. Нет. Немного ухайдака. Хотя нет. А-а-а! А-а!